всем привет это канал русский след у нас уже третье интервью из серии интервью с русскими русскоязычными дизайнерами кроссовок и сегодня у нас новый гость представься как тебя зовут эндрю костман можно просто костман так хорошо почему ты знаешь русский язык откуда ну я из латвии родился латвии и в 12 лет приблизительно моя мама просто меня взяла и как говорится похитила похитила в италию даже с друзьями попрощался тогда до свидания что она знала что вы никогда подписался там все друзья именно вы туда переехали в италию север-юг центр 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 где рим на противоположной стороне на полосе тоже самаре на противоположной стороне поискар где маленький городок ланчана пескара пескара там наверно очень живописные пляжи или нет ну она это город на пляже такой единственный мне кажется реальную который большой и город на пляже до песка ну от всякого это ку-кауста на всякобы в городах расскажи по образованию ты кто по образованию электрика вот это да и работаешь по образованию или пока нет мнения не все уже давно забросила даже забыл что значит такое много чем другим увлекался как бы после этого но я не не выбрал это конечно родители настаивали более такое ручную конкретную работу конкретно всегда как это самое важное в италии такое часто они больше любят как-то вот руками работать не знаю почему намного кто оттуда они все вот в основу них такая работа руками да да у них очень ценится даже эти работы как бы как бы в другом месте выживаете другой стране они кажутся такие более сплошными что но каждый день человек кого он удовлетворенно кидается в это любое завели любую пропись без разницы она есть это даже сантехники и унитазы можешь у них есть это прямо любители поработать но и любители под отдыхать что единственная страна где магазины не работают блин после обеда вообще же ничего окей расскажи о своем становлении как дизайнера кроссовок почему дизайнер сколько ты этим увлекаешься и как серьезно вообще намерен к этому идти и у тебя написано в аккаунте что ты без образования то есть дизайнер без образования расскажи ну как я это как бы с одной стороны немного ну без образования поставил надо было добавить но я читаю много как бы видоут это гриба да и рида лодка бы я не хотел чисто для это знаешь как бы чтобы люди просто как говорится бесились вот мне нравится когда люди бесятся но я читаю читаю много поэтому очень много материалов но это началось приблизительно с того что с моим другом когда сноубордом мы занимались он сказал почему ты не снимешь то что все-таки те нравится компьютер и это все началось только бы монтаже потом 3d и потом забросил и не нравилась фотография потом киноматография и вообще много реально я просто много образов как бы реально просто дайвин и освоил но проблема что где живу и здесь очень ограниченный фактор если ты не живешь милане или время все ты можешь просто сказать не найдешь даже той атмосферы чтобы это все пробивать на таком уже на высоком уровне и это мне немного как бы не хотел отъезжать от семьи и плюс у меня тоже такое положение немного что ну я люблю мой комфорт зонка где я работаю поэтому мне не нравится когда много дестабилизации значит значит если поеду милан и на тому самому париться и все лучше буду осваивать потихонечку и развиваться и все все пробьется вот ну и так как бы вот очень большая сила воли и постепенно делать 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 обучаться вот это произошло сколько обучаешься уже 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 пять лет приблизительно ну вообще но не они они не имеют рассолок но в общей креативной в общем да креативно надо мне нравится очень как бы фактора создавать атмосферы как бы мне нравится прямо создавать атмосферы и значит и понимать как работает символизм и иконы и все это думаю что это самое важное которое в наше время то что продуктов очень много и много хороших идей но они не пробиваются потому что просто нет этой не знает как создать определенную атмосферу чтобы вдохновляла людей и эти продукты приобретали значение вот они просто продукты ну красивые продукты но без значения то что нету психологического подключения покажи свой первый скетч он сохранился да да не нет первый скетч нет я вручную никогда не рисую я начинаю даже без преподакшен ничего я просто экспериментирую в 3d смотрю формы мне нравится не нравится удаляю начинаю заново и так постепенно я не сохраняюсь на это что мне не нравится я просто убираю окей рмакс и покажем они достаточно свежие они в этом году появились я не помню дату вроде 9 сентября да да они вернулись обратно как бы бом опять silver silver опять вернулись так было но я так это я не я их не сделал потому что они не особо нравится просто это был урок и все как introduction как бы к моей пути можно сказать изи твое вот это переосмысление твой этот проект он появится тут и тут мы вот покажем как ты пришел к этой идее что по чем ты был что тебя вдохновило и как все и когда это началось когда как ты пришел к этому это началось когда я осваивал киноматографе киноматографию рефна вайнинград он сделал этот все пушеры не он демон и не знаю очень стильно очень сильно и сделал последнюю толту даянг он друг близкий олеандро я дуровского и хидио коджиме когда же он выпустил эту игру дэдстрайниг он же там один из важных персонажей или это началось с того что как бы изучая рефна я столкнулся на альяндро я дуровского и потом увидел что а есть один видео где кенни вест приехал альяндро чтобы взять у него ну вдохновение то что кенни вест как стивен джобс просто они ездят ко всем этим артистам и ищут вдохновление как бы как гуру как менту и там я увидел и понял что кенни вест может реально как бы углубляется в эту вершину абстрактного мышления символизма как альяндро как бы там весь на монтаж сагра монтанья очень интересный материал очень интересно и если и что не удивило что он увлекается киноматографе киноматографии и значит что я подумал это может быть реально его проект изи потом я начал побольше узнать насчет проекта и кто что изи мне честно не было как бы особо интересно то что я даже мне футбол и индустрика бы не особо так было интересно тогда когда увлекался киноматограф то что я смотрел просто режиссеров их не работал и вот тогда я узнал больше и узнал больше о кенни вест и потом увидел стивен змейта который даже не знал мне просто майнблоуинг и потом лучше еще понял что стивен змейт это тот который сделал там фьюри и все тогда не просто стивен змейта вижен что когда как бы надо не бояться что как он раз говорю о найке тоже и все и как бы корпорации просто я сказал нет он мой гуру просто все надо сделать революцию здесь полностью и так и все так и произошло начиная с рэф до альяндро и потом до кенни веста если бы кенни вест бы не увлекался ну этим вдохновением от и артистов не знаете бы вы даже просто еще в этот смотрю на долгий я всегда я чувак который думает на долгий промежуток поэтому не даю что он это разыскивает думал может мне было бы приятно и с ним поговорить если было бы получилось будущее моей жизни вообще бы этот бардак не произошел и я думаю что не мне никогда не возьму вернемся и как долго как долго ты их создавал вот это вот это время сколько она продлилась две недели все вот иду но проблема что одновременно я обучался как и я большинство вещей не знал как бы как делаются и если бы сейчас я бы думаю что 45 дней макс даже меньше очень быстро очень быстро все как бы все и даже первые прототипы тот который выставил ну первый я даже не знал что стивензмит его лайкну я потом сотрю стивензмит после лайка окей значит продолжим это мотивирует да достаточно то что но он делится большинство то что соответствует продукты easy и подумал о поставил лайк значит оценил кабачу такой человек это для меня это очень приятно конечно что он очень огромный опыт он ним янг дизайнер и от него иметь какой-то да как бы отцептанс это очень приятно конечно для человека первых который вообще никакого опыта не имеет в этой индустрии вообще 0 просто у тебя много их расцветок разных ты создавал да какая из них самая любимая самая вот этот ну которые в инстаграме тоже упомянула классическая ганна толган метал грей и вот этот грань я это сейчас момент у меня она есть тут все все откуда самое последнее самое последнее самое последнее еще не знаю почему ганн метал грей да и первый конечно же это который черно черно-белом эти формы ну мы покажем с альянс альянс пайкс можно сказать да хорошо слушай сейчас такая будет экспериментальная рубрика рубрика ты наверное следишь отслеживать все вот мемы что люди пишут про кроссовки давай мы немножко поищем сделаем такой ресерч небольшой потому что я немножко подготовился первое мы наверно зайдем в твиттер наверное больше всего отзывов было и отклика в твиттере да или нет и нет виттер просто взорвался я даже я даже не знал что там происходит один момент просто меня так на леду ё-моё что я натворил у тебя сейчас виден экран надо мой экран да 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 ну что вот наши твиттер сейчас сейчас она оп 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 обновим прикол что они еще до сих пор трендят эти кроссовки да самый популярный это вообще не просто нет слов смотри вот самый популярный пост подбосим да просто 269 ретвитов 1200 отметок мне нравится просто бы не это не самый это не самый популяризм больше давай найдем конечно там еще там и как написал easy 4 без с попробуй давай попробуем окей там и эти кто тут слабо пока что она здесь это я вообще не знаю что это реклама слабо слабо так вот мемы какие-то пошли спускайся спускайся там есть вот смотри 161 до 16000 лайков есть 800 ретвитов слушай это был китатом не но фейсбуке тоже там около 3000 ну плюс эти где мемасики там вообще они везде мемасики это топ давай посмотрим мемы я считаю это рулят давай посмотрим так это было я не знаю что это за ребята ладно так забавно вообще даже не похоже не знаю но вообще не похоже вот это забавно очень видел да 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 видео с какого это фильма я вот не помню честно может как бы что-то из маска с джимом керри да да мне кажется нет нет я не интересовался даже ничего ничего сейчас назад перейдем тут что-то было забавное вот это очень забавно было да это колечки да сейчас что-то но вот это непонятно так 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 где где мемы наши не хотят подписать просто изи и все без 400 а даже так давай я именно поставил вот популярные видишь да 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 ну нет что то что то меня еще немножко спускайся спускайся должны нормально тут видишь все в перемешку все прямо в перемешку в перемешку в перемешку ну вот она этот мы видели видели да мемы они как бы как-то специфически это выставили без тагов 400 и да да хорошо сейчас есть у меня вроде другой мем вашего тут какой-то какой-то ну тут такой мем но это круто я считаю это тебя двигает почему нет это просто движение это как такой снежный комнат полетену то что и самое понравилось смотри на ваш ли вот она 10 тысяч лайк 4 3 это просто не фейсбуке тоже они дошли до около в общем то что мне сказали около 30 тысяч репостов сделано не считай лайки 30 тысяч репост это бомба я считаю это бомба смотри а почему многие люди считают что это официальный релиз я вот натыкался таки а может быть до этой истории интересное потому что я всегда тагал easy campus easy influence но все эти таги которые стандартные релизе и просто один день как там власть и магазин все остальные начинали делиться этим просто мне пишет сам чувак не нам дра easy campus на нам нравится твои работы молодец я еще что-то выставлю бум я вам выставил просто и написая описание сэмпл не как кончат сэмпл а это огромнейшая разница и все тогда интернет взорвался после этого просто взорвался и они сейчас если ты посмотришь они изменили на канты на концерт я думаю что это как бы просто было они знали когда будет дробь новый колор вей изи и они использовали это что просто пофанить и больше внимания на себя уделить чтобы да то что они сразу же день следующий как они выставили вышли на новые easy это окей давай попробуем найти этот пост сейчас я снова расшарю то что он самый лайкнутый пост и все которые есть на странице сам да это это пушка сейчас мы его найдем секундочку демонстрацию как там называется аккаунт нет и мощно поставить на отметке а окей увидеть сразу там ну да easy campus или спустись спустись еще 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 это во-вот выше 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 вот выше мнение выше вот после сразу этих черных следующий просто взорвался 14 тысяч двести шестьдесят семь лайков это рекорд концепт да сейчас концепт отредактировано написано да да написано отредактировано это они сделают это чтобы похайпить может понимаешь есть такое слово похайпить чтобы создать шум но это точно как бы они знали это и конечно же не официальные кабы не имеет никакое подключение кизи потому что они я посмотрел они продают и джордан и все остальное когда они пробивали это в их ней ну redirect link и прикол что они что продолжить хайп вот и что выставили еще даже упаковку да 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 твою упаковка кстати очень крутая мне нравится мнение мне нравится так что это компост был ну есть биодеградабельные эти ну я по продукты а это компост был это значит что он реально через три недели растворяется этот мешок просто класс это очень супер но якобы хотел что это как бы соблюдала vision кенни веста когда и даже стивен смита заценил поэтому ничего не могу сказать круто круто это итак поехали дальше успех или просто знаешь это реально пятно которое будет тяжело брать в моей жизни я думаю просто это будет почти невозможно это это будет светлое пятно честно не настраивайся так это это очень круто я считаю смотри был был же раньше в истории такой же случай похоже есть русский дизайнер обуви красоты на нор да и ты знаешь про эту тему что он тоже так выставил а теперь половина стран снг там россия беларусь украина они ходят в этих шарках но никонор с этого ничего не заработал думаешь ли ты что китайцы уже прямо сейчас штампуют твои кроссовки сидят и работают и уже делают и может быть то что может когда был этот хайп насчет сэмпла может кто-то подумал и есть один парень который мне сказал что китая еще больше шум чем в америке насчет и но проблема что у них совсем другая система коммуникейшн у них нету эти больше так особо социальных сетей у них это более типа ватсап системы я не я чисто как называют задаю вот вичат и они просто это переключают так как сандры 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 и все там они взорвались больше чем даже в америке тогда может точно не знаю я думаю уже производят но ты же с них ничего не заработаешь это грустно и без разницы я рад что вот что работает работает как бы идея работы то что это конечно же не то что просто так случайно все происходит но это произошло случайно но стремление было стремление было чтобы не произошло случайно а вопрос мы про дизайн про их дизайн такой интересный это ты где-то вот что-то посмотрел в природе в жизни в технологиях либо же на другие какие-то кроссовки как я начинаю реально просто беру бейс last shape ну базовую ну эту форму к бы и начинаю делать подошву смотрю мне нравится не нравится и потом вышли вот этот первый концепт я посмотрел потом изи 450 и 51 они похожи такие же самые мне даже скале тогда подумал блин ну с одной была стороны печально можете их реально где-то уже видел поможет где-то видел не просто пацан забыл они у меня остались я это постепенно но я бы тебе показал бы изначальные первые сохранения этого файлов работы они вообще не совсем другое что-то а ты сможешь сильно наращивать вот-вот скинуть файлы процесса может у тебя остались уже нет уже все то что реально мне просто 100 гигов этот проект и занимает и не могу 100 гигов окей смотри это же вопрос как ты считаешь мистеру е они все-таки дошли ему их кто-то показал или нет конечно конечно не представляешь это даже асап ферга моим истории с посмотрел к вы что это понятно что значит все них разговаривают просто просто все конечно же никто не будет тебе там не чекать и не давать возможность я думаю что они обращаются очень аккуратно к социальным сетям и они не да не дадут просто возможность что просто чувак с нуля и как говорится это очень аккуратный подход неправильно делают не я этого не искал и не то не надо было и я чисто я хотел работать реально просто в индустрии как дизайнер и не стать как в этом козырец и вот человек через и 400 хорошо если тебе завтра наберет е утром и предложит поработать в их команде ты согласишься я не думаю что он как бы мне позвонит после того когда я как говорится на сомневался его христианстве после моего просто я не знаю если ты его видел не можешь рассказать немножко про него про этот пост что просто если человек делится христианство но в принципе ну принципов христианства это означает обозначает что я как твой конечно же разница огромнейшая как бы имею ввиду в личности но ты должен делать то что ты говоришь я думаю как бы ну соблю должно соответствовать поэтому я думаю что хоть иметь ответ что если все окей то что происходит мы сейчас ну имею ввиду этот весь хайп я мог спокойно их удалить просто я мог всех сказать уберите таги уберите весь материал всем страниц но они решили вообще промолчать все как бы все-все-все-все-все-все-все никто даже не просматривает ну как бы знаешь этот в инстаграме визуал визуалит оба просмотрена как бы никто мне не дал эту возможность как так как ну иметь разговор я думаю что это пошло ткани он или кто там руководит от сио маджорджа может быть он сам это выставил из но сказал но у меня это печально мне как бы это не то что обидела мне просто это разочаровала что реально что не можно сказать если окей или нет что что происходит но я думаю что для них окей просто знаешь почему это все пошел то что они лайкали до сих пор пока я не выставил последнюю фокус вот где он fit вот на джордж даже сам поставил сио изи поставил лайк где этот ремонт монокроматические эти модель одна последнюю никто из них не поставила я тогда вот я подумал вот все 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 здесь что-то изменилось здесь что-то избавилось они поняли они поняли думаю что это что-то произойдет по-другому и никто от них ли они никто не реагировал но ничего не знают они взрослые люди все взрослые люди все знают что они делают поэтому было обидно то что знаешь когда я все-таки я не я креативный человек и я просто ну да и вы как бы полностью в образ конечно же чтобы сделать такой продукт ты должен как бы дышать я только последние две недели только питался их ними материалами их ними дизайнами все и подкасты и слушал все пока делал этот дизайн и подкасты там по три часа блин чтобы искал и стивензмита все просмотрел и конечно же ты знаешь для тебя уже становится как семейное обстоятельство как будто он реально твой друг ну ощущение по ощущение вот и то что я сейчас говорю сразу же кто это увидит я нечетко не ожидаю чтобы он был моим другом я это считал как будто друг поэтому это просто меня разочаровала немножко но смысле что лайкали лайкали когда же комментировали потом перестали и даже не можете ничего в ответ сказать даже сказать или нет я понял смотри ты надел много шума и вот были после этого какие-то коммерческие уже предложения о работе не было еще ничего не было немного три четыре человека хотели чтобы им сделал кроссы но у меня конечно же время делать кроссы для кого-то и но у меня было я думаю что не реально чат забита может больше чем по ощущениям 700 800 людей которые хотели купить эти кроссы просто они готовы были я для прикола к бы сказал хамачу гифа фарда меню и не пинге он значит это реально это очень приятно что люди даже те которые знают что это фейки к бы это концепт готовы были кого оплатить на него поэтому для меня это самое приятное достижение конечно же как бы там подсознательно это все все психологии большинство подсознательно люди как бы ассоциируют до сих пор силу брендинга изи к этому концепту если даже они не изи после того как они узнали пушки ну приобретает уже саму философию можно сказать дизайна к бы и самого образа поэтому может бренда дальше важная вещь да что дальше ты планируешь вот с этими кроссовками делать то есть все ты оставил этот проект или нет или хочешь что-то его развить может дальше сделать вторую вторую версию не нет вторую версию конечно же то что я думаю что большинство людей еще думают что вот фартанул у него с одного раза и потом знаешь как большинство певцов артистов сделали одну вещь и потом после этой ничего не могут на том же самого уровне я не хочу чтобы поэтому они думают что те же самые люди которые может быть хотели хотят со мной сотрудничать или работать или в общем они просто ждут когда я могу доказать что как бы это не один раз произошло это может постепенно происходить как бы что так вот поэтому я буду просто продолжать я конечно же сейчас просто исчезну на месяц просто и вообще исчезну потому что знаний никогда достаточно и я хочу конечно же освоить вот знания анатомии ноги дизайна продаж потому что мне просто их нет я просто взял и нарисовал поэтому эта индустрия мне нравится это я буду продолжать дальше в будущем ты хочешь работать на какой-то бренд либо свой создать но честно кого у меня как бы уже в пальмах много лет создать три самые важные мои вещи которые очень сильные очень сильным как бы один бренд одежды потом одно предложение новой социальной сеть и и она как бы компания для игровой индустрии вот это вот я хочу просто их даже всех смешать как вместе в один образ кого они что связаны имеют могут работать но брендинг у них конечно же просто я думаю что джаз дует майка это просто уйдет прошлое эти отеча как бы клейма это будет просто и симвология что вот мне жалко что просто все корпорации не отсели на этот их не пенек пьют свое пиво и отдыхают то что поняли что и никто не парится адаптироваться к временам вот сейчас например сайбер панк вышла игра она все изменит просто всю концепцию представления будущего то что люди просто погрузятся эти будут питаться это конечно же уйдет подсознание люди просто этого ожидать будущем это же все как бы столько лет вложено 10 лет сколько не эту игру делали там знаешь сколько псих психологов социологов не наработала чтобы это ну промывание как бы внедрить от ну как говорится от шептанцы это и от этого образа как бы воспринять это образ как я это все начнется с этого поколения с этого пока год час 2021 году просто все можно будет ожидать я думаю все постепенно я очень рад очень рад то что люди даже с этим видом много кто освоил что-то переключился больше на 3d конечно же много кто пострадал имея ввиду кроме того что люди умерли и сожалению потеряли близких но имею ввиду даже экономические люди потеряли работу но это даст возможность думаю что реформат и для других людей которые конечно же смогут помочь тем которые были ну просто беде ну будет интересно посмотреть я думаю что кто-то очень много чего будет вообще бомба как бы вот я мой самый любимый артист который люблю образ это граммс граммс и не знаю если шел граммс когда-то жена маска перед тем что и мне нравится вот этот сериал и тариал и образ ее не очень-очень сильный как бы персональный бренд очень как бы человек просто сам сам вот это вот все построил такое себе осознание как будто как говорится человек из какой-то там и люди даже верят из какой-то планеты люди даже это верит это но что-то так то есть ты хочешь в будущем тоже над своим имиджем как-то поработать или нет ну раз тебе такие люди нравятся вдохновляют и но и мне нравится рекоменс как бы просто мастер деталях концентрации и перфекционизм как бы он для меня гуру стивен смит мне нравится потому что он делает такой ну pushing the forms там экспериментирует не боится рекоменс мне нравится его как бы вот стремление к перфекционизму и и он и он мастер если ты хочешь быть вашим дизайнером надо изучать то что делать рекоменс и плюс он выяснил как я поэтому это это все меняет и так по поэзия понял вообще круто ты все разложил по полочкам я очень надеюсь что получится все задуманное и честно это очень большой скачок даже вот сейчас люди за тобой следят но я думал что у тебя прям все начнут подписываться тебя все именно отмечали что именно ты их создал или нет через вот отметку большинство нет ну самые важные страницы до кого самые популярные страницы они отмечали без проблем и но подписываться на меня конечно же никто не будет они думаю что все хотят понять то что это может когда первый фактор клаута вышел тогда люди подписываются но они помнили что клаут это уже такая вещь как бы не интересная поэтому не будет подписываться на тебя просто так но те которые мне надо было подписались как бы это мне приятно это не то что приятно так но посмотрим все будет все будет круто вопросы от подписчиков 3 3 рубрика их очень много очень очень разные есть интересные вопросы есть просто смешные да да первый вопрос м сусаренко его задал возможно ли сейчас создать культовые кроссовки типа первых форсов nike air force или adidas ten smith используя только приемы дизайна или нужен более качественный и революционный подход в производстве и наполнении кроссовок технологиями тяжелый вопрос проблема что сейчас большинство брендов вот они не стремятся улучшить дизайн они стремятся улучшить технологию но проблема и они хотят пробить это все технологии беде но и и это все там да классика переворочено но они не понимают что они никогда не по пробьют если не будет иметь просто очень сильный имидж они должны сделать какой-то просто иконик нюшу и пробивать вот эту технологию вот этот подход к экологии через через просто людям должно нравиться людям должно нравиться никто не будет там подписываться как бы на новый образ если его не вдохновляет правильно вот я думаю что кого-то вот эти вот бренды должны просто начинать делать что-то новое то что люди нравится не то что нравится потому что это классика то что классика уже всех я думаю надоело это классика переформация как бы коллаборейшем то что даже коллаборации уже не все одинаково ничего не меняется да красиво те же самые формы те же самые формы все одно и то же самое люди уже думаю что хотят что-то новое и только когда будет новое и то что у молодежи жизнь не никто из взрослых не будет готов потратить 500 или 300 или 600 долларов чтобы купить какие-то кроссы это же деньги это же молодежи молодежи если ты не вдохновляешь молодежь которые хотят что-то fresh ты не не просто не пробьешь никакую технологию окей ответили следующий вопрос пройти джинджер проходят ли кроссовки какие-то опыты перед тем как поступают в продажу они ведь могут навредить осанки суставам и так далее конечно же конечно же они проходят огромнейшие про ты как бы прототипов там перед тем чтобы официальный выпуск там их даже страшно то что какие они там сделал этот циркл их не виду что это это только маленькая часть прототипов перед тем чтобы она официально выходит имею ввиду как по количеству следующий вопрос езды тренер за акцентом вдохновился ли ты этой фотографией но там easy 451 по которой ты говорил как раз таки нет я могу сказать что нет можете с как сказал изначально видела и где-то и просто подсознательно их освоил но я их как бы реально просто я потом узнал что они существуют после того что и тогда я начал кого интересоваться очень даже прежде особо не так вот окей поехали дальше другой один такой вопрос вдохновился или спиздил он так и называется nike r max zero знаешь такую модельку сейчас покажу я сразу скажу что мне опыт как бы ну навыки всех я даже не хочу их искать имею ввиду вообще интересоваться всеми архивами кроссовок выпущенные просто пусть они тебя ну вы закрывает в рамки психологии ну как бы пространство и ограничаешься лучше меньше знаешь лучше иногда видишь мне кажется что чуть-чуть вот что-то такое вверх чуть-чуть все ну вверх что эти волны полна куча брендов сделано вообще окей поехали дальше следующий вопрос не пена это все идея все делали в эти волны моего даже образа как бы ну окей следующий вопрос таша таша его задает в чем ты моделишь и какой рендер используешь это там технические моменты все они забрали забрали потому что я реально обожаю мне не нравится этот блок поле канал модели что я вот я когда видел первый стрима стима смита на как-то проспект 100 когда это был контент это было я спросил у стима смита вот прямо сказал что я думаю я думаю что креативность это как туру как бы прямо руками мы натурально обладаем поэтому нет ограничение производства производстве ты можешь реально все чего как бы без и бесконечно адаптивно менять улучшать полигональные эти все рино и там векторальные они ограничают том что они имеют через чересчур вот этот индустриальный подход к развитию дизайна и думаю что вот это то что зебраш имеет и полигональный и кистовой как будто ты реально моделирующий вот как скульптор это дает тебе безограничных то что ты потом можешь спокойно это полигонить то чтобы форма тебя вышла и все и вот тебе красивый и гладкий дизайн зебраш все он реально вот это просто бомба бомба окей хорошо следующий вопрос или точка не от мира ты вдохновился рор шахом это персонаж из фильма хранители такой есть тут секрет рел выдавать нет не смотрел этот watchman да тоже там эта серия которая вышла но фактор что пока я их делал я понял что проблема что рожки рожак он изи они мне кажется немного как будто тут пользуются этой технику в их ней пигментации текстиля но не думаю что они полно полно осознали что могут это использовать реально идею как это может просто все эскизы рожак это могут стать реальных красивой линии могут реально быть красивой линии если ты это знаешь как использовать красиво и что я могу сказать нет но я понял что это немного похоже пока и где окей следующий вопрос окси щербатюк я у нее брал интервью до тебя итак вопрос в процессе от эскиза до создания реальной пары проходит длительное время потому что мы поддаемся сомнениям изменениям вносим технические правки плюс там бюджетное согласование но это если производство плюс новые идеи перекрывают старые как не слиться и воплотить идею в жизни потеряв к ней интерес и сделать этого и сделать это вовремя относительно рынка потребности это мега вопрос я думаю что мне еще нет такого опыта чтобы на такое тезис поэтому я не знаю как бы каждая индустрия даже со каждый бренд он работает каждый имеет свою внутреннюю и политику то что сам концепт то что я смог ну защитить он переходит просто очень много рук очень много рук и даже тех людей которые просто ничего не понимают дизайн я думаю что это вот вот эта беда что мы еще стоим на месте поэтому ну ну на следующий то что дополню остальное не знаю хорошо хорошо ну это все с опытом придет так следующий вопрос александр ермаков вдохновил веном нет нет окей не даже все как бы первые до первые концепты сказали войну мишу конечно то что веном конечно как бы вот это даже как говорится корпорей дизайн когда ты рисуешь логотипы один очень важный дизайнер не помню с именами реально проблему он сказал что независимо как твой дизайн будет всегда ассоциируется с чем-то то что просто на свой такой огромный как говорится огромный бага люка грится бег кульчурал бег что мы просто видим везде что-то то что мы где-то уже видели поэтому как люди видели визе блин эти китайские как их называется я не знаю по-русски эти пельмени варили менее до китайской китайской как и другой видит там мишлен как другой это бесконечная тема просто это просто бесконечно следующий вопрос юлиан дубровский вот он как раз таки спрашивает судя по подошве правда что вы вдохновились пельменями нет окей следующий вопрос сам фактор что они такие как будто ну волнеисты вот это вот самого немного инопланетянской все ни пельмени точно то что я не пробовал на ноге одевать пельмени и посмотреть как они выглядят окей следующий вопрос подвохом можно ли в этих кроссовках представляешь реально какой должен быть человек чтобы представить вот узнаешь ты сидишь просто такой вот сейчас я представлю нас на свои подошвы пельмени как вот я не знаю и даже поделась и дети может думаю что такое не придет это вообще же интересно просто проектироваться так ты снова иногда иногда исчезает скрытный человек скрытный и так слушай и возле черепился все класс вас вопрос подвохом от него же бы ожидать можно ли в этих кроссовках бегать по воде это цена немного много кто это писал комментировал и спрашивал я думаю но люди то что не видят конечно же это не видно там есть это буст фом внутри поэтому сама подошва она очень тонкая только по бокам есть как бы вот эту резина который они используют с алгайами это вся смешанная как бы оба его его смешанная с алгайами вот а сам внутри там вообще очень тонкая как бы там есть это ну boost technology и поэтому они о супер думаю что удобные потому что блин реально ну бегать на воде я не знаю как точно да проехать может что и много там boost technology можете нереально будет знаешь как держаться на воде окей и вопрос последний от ильяса ты его знаешь илья за который да 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 хороший чел хороший чел привет ему большой если такая обувь которую ты ненавидишь обувь какую я ненавижу так я конверсия любые версии я просто я не знаю как и прикол что не не я их не должен ненавидеть потому что они подключены к тому который создал баскетбол первый и он был скорпион а вот я должен как бы моего как бы моих как бы поддерживать понимаешь у меня такое не за за полу есть у кого на христианство из на кого философ и мне на этот закан за мне пошло пошло это последние года так но конверсия просто не могу их видеть уж на я их один раз купил и все это просто как можно как можно реально столько стоит что это просто резина и нет они нету ничего больше даже не это ничего просто с холодными окей мы ответили на вопрос ильяса и последний вопрос наверное от меня будет если бы не дизайна обуви то что бы ты делал или чем вы челомался то что я все много чего пили пили перепробовал есть я сейчас дизайн в обе не значит это должно быть сейчас да я думаю что пока что останется надолго посмотрим что будет будет интересно да все все вопросы мы подошли к концу спасибо большое за интервью действительно было клёво ты прям все рассказал по полочкам разложил что тебя вдохновило какой-то от этого получил фидбэк там хороший либо плохой но тем не менее ты поднял сейчас очень много шума под этот конец 2020 года год год конечно плохой был у кого-то у кого-то может и чуть-чуть хорошее но тем не менее я желаю чтобы у тебя все было круто именно по обуви ты дальше развивался нашел себя в этом и просто следующий следующая твоя пара еще больше взорвало не только там инстаграм да просто весь интернет полностью чтобы потом тебе чтобы ты получил знаешь какое-то даже призвание свое посмотрим все своему времени как говорится время это судья вот и ну конечно же от людей самих зависит это большинство поэтому приятно спасибо тебе большое за пожелание тебе тоже всех благ и спасибо что ты имел меня здесь сегодня это очень тебе благодарен за всю поддержку и очень интересно очень тебя благодарен ставьте лайки подписывайтесь на русский след и следите за нашими обновлениями